Мышление это навык создания сложных интеллектуальных объектов И если мы растем в культурной среде, которая стимулирует создание этих сложных интеллектуальных объектов То в этом случае мышление разливается Если мы живем в ситуации экскалации примитивного контента Если мы живем в ситуации, когда мы не можем ничего пощупать, мы все время имеем дело с экраном Это вызывает естественное следствие неспособности создавать такие сложные модели реальности И дальше мы с вами оказываемся, сейчас мы пройдем шаг за шагом в обмане, в большом, в котором мы с вами находимся У нас с вами есть иллюзия знания Мы вообще все с вами почитаем, что мы дико умные, что мы все знаем и так далее В ответ на это я вам скажу, что мозг играет свою нырную шутку Игры разума про Джона Нэша, Нобелевского лауреата И если вы помните, там был такой гараж, когда у него начинался приступ Он вывешивал там все вырезки из всех газет Со всем у него все было связано Была иерархическая структура Он боролся, значит, за ним ЦРУ следило Куда-то ему давали какие-то задания и так далее Это такая классическая структура вреда Проблема в том, что если мы посмотрим современных людей, молодых людей, которые заболевают этим заболеванием Их бред не представляет больше такой сложной и красивой конструкции Он такой разорванный, какой-то частный, какой-то очень, в общем, скучный, я бы вам сказал так, физиатрический И дальше возникает вопрос Значит, вот заболевание имеет шизофрении эндогенную природу То есть ни нейрофизиология, ни биохимия, ни шизофрении не изменилось Почему изменяется структура бреда? Почему раньше это были сложные, красивые конструкции А сейчас вот как-то тут плохо на меня посмотрели Там, значит, много как-то недовольны и так далее И вообще мне все не нравятся Почему так случилось? Так случается, потому что мышление – это навык создания сложных интеллектуальных объектов И если мы растем в культурной среде, которая стимулирует создание этих сложных интеллектуальных объектов То в этом случае мышление развивается Если мы живем в ситуации экскалации примитивного контента Если мы живем в ситуации, когда мы не можем ничего пощупать Мы все время имеем дело с экраном Это вызывает естественное следствие неспособности создавать такие сложные модели реальности И дальше мы с вами оказываемся И сейчас мы пройдем шаг за шагом в обмане, в большом, в котором мы с вами находимся У нас с вами есть иллюзия знания Мы вообще все с вами читаем, что мы дико умные, что мы все знаем и так далее В ответ на это я вам скажу, что мозг играет с вами дурную шутку Дело в том, что у него есть такая специфическая особенность До всего, до чего мы можем дотянуться, нам кажется, что находится в поле нашего влияния Значит, если обезьянке дать лопатку, то поле ее влияния сильно увеличивается Вводит это в свою схему тела Вот точно так же и знания, которые нам на самом деле не принадлежат Мы ввели в свою сферу, как бы сказать, жизни За нас помнит все телефон Ориентируется на местности навигатор Если вас спросить, знаете ли, или молодого человека спросить, знает ли он что-нибудь там, условно, что такое экзистенциализм Он говорит, да Знаете почему? Потому что он всегда может загуглить И у него возникает ощущение, что это принадлежит знанию ему Значит, более того, если раньше это знание необходимо было вынимать из источников информации Из той же книги нужно было вынуть ее содержание и понять, о чем она Сейчас у вас есть прекрасное устройство, называется Википедия Где вся информация собрана, структурирована и вам не надо ни о чем думать Я оставляю за кадром, насколько это чудовищно сконструированная и ужасная информация И что это за, как бы сказать, странный такой симулятор знания Но факт в том, что у вас есть ощущение, что вы можете разобраться Потому что сразу же вопрос выдан вам в препарированном виде Это все, что вы берете роман и вам сразу в трех словах рассказывают сюжет Что с каким-то героем случилось, кто умер в конце Ну вот, у вас есть ощущение, что вы знаете В бесах на последних десяти страницах половина всех расставшихся героев умирает Вот я вам сказал, что вы же знаете теперь то, что бесит Федора Михайловича Достоевского Наоборот, и выбор за нас осуществляют теперь рекомендательные сервисы И вы думаете, что это вы выбираете то, что вы будете смотреть дальше Вы думаете, что это вы выбираете, что вы купите Я вам должен сказать, что выбор это очень сложная для мозга задача Он должен напрячься и потратить энергию В одном из исследований проводили такую штуку Человека клали в аппарат с национальной бронетной резонансной томографии И смотрели, какие зоны мозга у него активизируются В случае, когда он принимает решение И в случае, когда он принимает решение Когда есть мнение эксперта И я должен сказать, что когда есть мнение эксперта Все люди сознательно принимают решение Проблема состоит в том, что у них не активизируются зоны принятия решения Мы автоматически при наличии некого экспертного мнения Соглашаемся с экспертным мнением И зоны префронтальной коры активизируются только в том случае Если было написано, что мнение эксперта недоступно А у нас постоянно рекомендательные сервисы предлагают вообще все, что угодно У нас не включается префронтальная кора Мы просто движимы, как щепка, которая летит в этом информационном потоке В результате мы все теряем способность учнений Вот эволюция социальных сетей Вы только вдумайтесь, что происходило Сначала был лайф-джорнал, в котором писали длинные тексты Потом Фейсбук, Вконтакте, где тексты сократились Потом Твиттер со 140 знаками А теперь Инстаграм, где вообще ничего не надо писать Просто опубликуй картинку Это происходит не случайно Наш мозг не способен больше к большим текстам Эти сервисы становятся популярными не потому, что нам их навязали Эти сервисы становятся популярными, потому что они все более и более отвечают тому Как на самом деле сейчас устроен наш информационно-псевдо-дебильный мозг Все думают, что читать тексты можно с планшетом, можно с экрана А можно книжку читать Посмотрите, как люди читают тексты, когда они читают тексты на экране Это так называемый вскроллинг Перед вами страница экрана И дальше световыми показано, где глаз человека находится Он читает что-то там в начале Потом пытается вникнуть сначала нескольких абзацей Потом проматывает и думает, к концу должен какой-то смысл появиться Смотрит и так и ничего не находит, потому что вообще надо было прочесть для того, чтобы найти этот смысл Но этого не происходит И вот так мы читаем и нам кажется, что ну какие-то скучные, вялые все это, тексты там и так далее, что там можно читать И у нас нет времени для того, чтобы реально думать Потому что это думание, это вообще работа На нее нужно выделять время, как на всякую работу Если у вас на это время нет, потому что вы находитесь в состоянии постоянной подключенности Вы всегда на связи Потому что вас бандируют постоянно всякими разными давлениями, сообщениями и так далее И мы вообще огромное количество времени тратим на интеллектуальную работу, на подготовку к интеллектуальной работе А не на саму интеллектуальную работу Вот это исследование 2010 года Каждый сотрудник в офисе в среднем каждые 7 минут получает новое задание При этом каждые 3 минуты он получает новое какое-то сообщение, уведомление и так далее А время на то, чтобы мозг сосредоточился на решении задачи и продумал ее Для продумывания, да, нужно 23 минуты Сотрудники в офисах изображают интеллектуальную деятельность Они все больше и больше превращаются в муравьев, которые бегают по алгоритмам, которые задают производство И это самая большая проблема Потому что крупные компании понимают, что на сотрудников они положиться не могут А сотрудники и не могут в таких условиях работать эффективно Поэтому они все алгоритмометризируют Как только появляется алгоритм, сотрудник вообще перестает думать И потом любая ситуация, которая выходит за пределы алгоритма Останавливает работу огромнейших, так сказать, систем Потому что просто никто не знает, что с этим делать Знаете, вот как прекрасно, знаете, вот вы когда летаете на самолетах И вот мягко садится, все хлопают, да Летчику, как он прекрасно посадил Знаете, если мягко сел, то 99% это автопилот вас сажал И вы хлопаете автопилоту, да А вот последняя, вот эта чудовищная катастрофа Просто заледенел датчик, понимаете И это не первый раз такое случается И пилоты не знают, что делать Они привыкли смотреть на эти цифры У них есть алгоритмы А вдруг раз в машине сбой И никто не знает, что делать Вот что делают технологии Они от ТАУ забирают у нас эти навыки Значит, ну и что происходит в нашем мышлении В условиях правовой зависимости? Оно просто уплощается Значит, рекомендательные сервисы Вообще, в принципе, блокируют наш интеллектуальный процесс Как я вам сказал У нас нет никакого необходимости заклядывать в будущее Потому что, знаете, раньше была такая пословица Я не знаю, вот давно ли вы слышали последний раз Я вот сегодня задумался с утра Значит, давайте решать проблемы по мере их поступления Вот раньше была такая конструкция Сейчас ни у кого нет Никто этого не говорит Потому что все решают проблемы по мере их поступления Потому что никто не заглядывает в будущее Ну вот сейчас что-то случилось, сделаем это Случилось это, сделаем это Не пошло так, сделаем эдак и так далее И так далее, и так далее У нас совершенно пропал проект будущего Мы не заглядываем Что будет с вами в будущем году Вы когда думали про это последний раз? А я в детстве, между прочим, знал Когда на пенсию выйду и чем буду заниматься Да, потому что общество и культура структурировало наше будущее Мы всегда строили эти модели Мы выстраивали самих себя в рамках этих моделей А сейчас нет Мы в любой момент можем сделать любой шаг И решить любую задачу по мере их поступления В конце концов, куча есть всяких разных электродных поморств Значит, и мы не можем сосредоточиться на задачах Из-за избытка, раздражиться Ну вот Но самое главное, да, вот иллюзия знания Да, вот эти все наши, если мы есть органы И не можем ни на чем сосредоточиться Самая главная, самая большая проблема Которая связана с информационным потреблением И вот этим избытком информации В чем состоит? Она состоит в том, что мы перестали нуждаться в других людях Раньше люди были носителями знаний И каждый человек знал что-то И вы знали, если у кого-то что-то заболеет Звоним тете Даше Она у нас медсестра Долго работала, так сказать, в воинской части Подскажут, чем лечиться Если вам надо подсказку, где лечиться Вы у кого, спросите? Тете Маше? А рецепт вы не знаете, как вам приготовить брокколи Вы у кого, спросите? У дяди Пети, вероятно Вы больше ни у кого ничего не спрашиваете Потому что интернет знает лучше других людей И раньше у нас была внутренняя мотивация Поддерживать с другими людьми отношения А это непростая задача Потому что про них же надо думать Надо думать, как с ними выстроить и построить так взаимосвязи И раньше мы были вынуждены это делать Потому что другие люди были нам нужны Потому что они обладали знанием А сейчас это знание девальвировалось Оно находится у всех в прямом доступе И мне не нужно напрягаться Для того, чтобы терпеть рядом с собой другого человека Потому что я всегда могу справиться без него И в конструкции, по которой я не имею внутренней мотивации Для того, чтобы подстраивать по другому человеку Я просто начну его игнорировать И вот самое главное, что мы должны понять Результаты этой цифровой аутизации Сейчас уже просто хватально Я в инстаграме эту картинку показал Предваряю эту лекцию Это замечательно Это огромное количество исследований проведено Посчитали, понимаете В 87-й год 6 часов мы с вами в 87-м году В 1900 общались лицом к лицу с другим человеком И только 4 часа в сутки мы смотрели телевизор А теперь смотрите В 2007-й год Мы общаемся лицом к лицу 2 часа времени В сутки А с гаджетами мы общаемся в 8 часов И это 2007-й год Я прошу прощения, прошло еще 10 лет В 2007-м году только появился айфон Если кто не помнит Уже симуляторы его выдают Понимаете И уже тогда 8 часов мы сидели в экран Мы теряем просто Вообще просто способность к этой социальности А социальность это основа мышления Вот книга «Чертоги разума» Она как раз посвящена этому вопросу Я подробно рассказываю здесь О этих системах мозга Которые отвечают за мышление Это исследование самое последнее На русском языке практически нету По этому поводу информации Это все зарубежные источники Вы видите здесь 3 сети работы мозга И верхняя самая такая обильная и яркая Светящаяся цветами разными красными и желтыми Это так называемая дефолт-система мозга Которая отвечает как раз за мышление Но что это за сети, которые отвечают за мышление Как они возникли в наших глазах Андрей Курпатов Первый публичный психотерапевт страны В прошлом знаменитый телеведущий Первого канала Создатель системной поведенческой психотерапии И не имею в виду